Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно крупной силиконовой приманке от очень известной компании Relax. Модель называется Копыта 6, либо Копита. Точно не знаю, как произносится. В данной линейке это самая крупная модель приманочки. Имеет длину 15,2 см и вес 29,9 граммов. Довольно-таки существенный вес. Поставляется в упаковке по 5 штук. Модели представлены где-то в 33 вариации цветовых решений. В принципе, довольно-таки интересные цвета в линейке. Ну вот, данная приманка покупалась, приобреталась мною давно. Приобретала её в таком вот довольно-таки простом белом цвете. Многие гоняются за такими цветами. Многие думают, что щука во многих ситуациях очень любит белый цвет. Спорить на эту тему не буду. У каждого своё мнение. Я приобретал белый цвет. Ну, просто как бы по наличию видел белый и решил взять белый. Данная приманка однозначно подходит для ловли щуки. Ни о каком, конечно же, окуне здесь речи не идёт. Приманка очень-очень крупная. Соответственно, подходит для довольно мощной снасти. Это как минимум мультипликаторная катушка. Либо довольно-таки силовая безанимационная катушка должна быть. Так как вес приманки практически 30 грамм. Соответственно, плюс огрузка. Ну, вот в моём случае у меня сейчас на данный момент установлено 14. Плюс крючки оснащения. Монтаж, конечно, может быть разный. И получаем на выходе где-то, ну, грубо говоря, порядка 50 грамм. Соответственно, существенный вес. Сейчас данную приманку я использовал для ловли щуки. Соответственно, использовал я проводку, ну, равномерную проводку с паузами. Либо просто обычную, банальную, очень медленную, либо в среднем темпе равномерную проводку. Данная приманка неплохо ловит как крупную, довольно-таки неплохую щуку. Ну, есть такой небольшой минус, что мелкая щука довольно-таки часто атакует данную приманку. И за счёт довольно-таки мягкого силикона хвостовая часть зачастую как бы может быстро приходить в него. Соответственно, щука режет нам хвост, либо бывает просто даже перекусывает, ну, как бы откусывает, отрывает. Соответственно, если видим порезы, обязательно нужно либо клеить, либо паять силикон. Благо, данный материал, из которого изготовлена данная приманка, очень легко паяется или клеится, кто как делает. В принципе, на рыбалке довольно-таки просто раздвигаем, грубо говоря, повреждённую часть. Просто греем зажигалкой, либо спичкой, прижимаем это всё и довольно-таки всё крепко спаивается. В этом плане приманку можно назвать ремонтопригодной. Неплохой материал изготовления, очень легко паяется. Возможно, возможно, данная приманка будет ловить на больших водоёмах крупного судака. К сожалению, это подтвердить никак не могу. Но по щуке однозначно приманка работает. Те, кто планирует ловить, есть цель ловить трофейную щуку, однозначно стоит использовать более крупные приманки, так как шанс поймать трофейную щуку на более крупную приманку существенно, на мой взгляд, лично по моему мнению, увеличивается в разы. Однозначно смело могу рекомендовать данную приманку к приобретению. Опять же, в расчёте на крупную щуку, на мелкую и среднюю щуку, такой размер, ну, всё-таки, я думаю, смысла нет брать, не сильно он оправдан. По крупной щуке, да, однозначно, не меньше данного размера, в принципе, я так думаю, брать стоит. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok